МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О монахе Серафиме и Кондратии Себастьяновиче мы слышали только по рассказам, так как они умерли еще до нашего рождения. Зато бабушку, Марию Григорьевну Семенову, знали хорошо. Она жила в Самаре, в том же самом доме, в котором прошли детство и юность папы. Не слышно звуков в старом доме. Темно в покое голубых. Проникнуть свету негде, кроме как в щели ставень запертых. Здесь все не тронуто, как было. И, привыкая к темноте, глаза находят то, что мило в полузабытой красоте. Я любила старый дом и большую мрачную квартиру в нем, заставленную громоздкими вещами. Во всех комнатах было интересно и таинственно. В каждой пахло по-своему. И ни одна не походила на другую. В окнах стояли две дамы. Одна в манто из плетенных кружев, другая в кружевных шалях. В детстве я боялась этих дам. Они казались мне живыми. В магазине было светло, прохладно, пахло нафталином. Вдоль стен стояли шкафы красного дерева с зеркальными стеклами, а за ними кружева. В центре два прилавка, а под стеклами на черном бархате тоже образцы кружевных шалей. Они были так красивы и напоминали огромные снежинки, что я никогда не уставала ими любоваться. У стены прямо стояло трюмо, чтобы покупательницы могли полюбоваться на себя в обновках. А в самой глубине магазина, бюро, которое бабушка называла конторкой, а в нем касса. За бюро находилась печка, которая отапливалась из столовой. За конторкой сидела бабушка. У нее был особый высокий стул со ступенькой. В ожидании покупателей она вязала чулок. Почти всегда молчала, а на вопросы отвечала кротко и терпеливо. Перед бюро стоял небольшой круглый стол, покрытый белоснежной вышитой скатертью. На нем стопкой такие же вышитые салфетки. Вокруг в накрахмаленных чехлах мягкие стулья. Магазин был рассчитан на солидных покупателей, купцов, богатых хуторян. Тут справляли преданное невестам. Приезжали с семьями и проводили в магазине не один час. Закончив дела, любили освежиться чаем. От чая притворно отказывались, а сами тем временем усаживались за стол. Пили медленно и медовыми голосами беседовали с бабушкой. Преувеличенно все хвалили. Чай, бабушкину обходительность, товар и даже меня, внучку. Мне приходилось по несколько раз бегать на кухню, просить грушу подлить то одной, то другой покупательницы. Сразу из магазина попадаешь в столовую. Большую полутемную комнату в середине квартиры. В центре ее стоял громадный квадратный стол, а вокруг стулья с высокими острыми спинками. Над столом большой стеклянный белый абажур. В столовой всегда пахло печеньем, ванилью и чаем. А дальше зал и гостиная. Если гостиную открывали по большим праздникам, то зал никогда. Гостиную не обновляли ни разу после покупки дома. В ней стоял запах табака и пропылившихся материй. Бабушка называла гостиную Вишневой, потому что она запомнила, какой она была когда-то давно. Теперь гостиная была бурой, с белесыми пятнами. На одной ее стене висел портрет Кондратья Севастьяновича в тяжелой раме, а на другой – часы. Мы считали, что портрет и часы чем-то похожи друг на друга. Предпочитали, а в гостиной надолго не задерживаться. В зале когда-то отпевали Кондратья Севастьяновича. И с тех пор зал ни разу не топили. Там стоял пронизывающий холод, гораздо холоднее, чем на улице. Шторы на окнах в зале были спущены. А столики и зеркала накрыты зеленым калинкором. На полу был толстый слой пыли. Но большая нежилая комната волновало детское воображение. Шаги в ней раздавались гулко, а тихий шепот рождал эхо в углах. Все ребята мечтали оказаться в зале, пробежаться из конца в конец, крикнуть, чтобы вызвать эхо. Но больше всех мечтала об этой комнате все-таки я. И вот почему. В зале у глухой стены стоял сундук. Огромный, серебряный, кованый, с горбатой крышкой на коротких пузатых лапах. Он был выше моих плеч. С первой минуты, как только я увидел этот сундук, я поняла, что как только бабушка отдаст его мне, в чем я не сомневалась, я увезу сундук в лес, в самую чищебу, и буду жить в нем вместе со зверями. Звери же сразу поймут, как им будет уютно и надежно в таком тереме. И, конечно, сразу поселиться в нем. Не подозревая о таком светлом будущем, пока сундук стоял неподвижный и величавый, как гробница. И хранил мужские шубы. Его открывали раз в год весной, когда устанавливалась солнечная погода. Ключ от сундука был огромный, серебряный, величиной с кухонный нож, с замысловатой бороздкой. Когда его вставляли в замочную скважину, сундук вскрикивал «А!» и на секунду замолкал. Потом раздавалась короткая звонкая дрель, и крышка отскакивала. После смерти мужа бабушка закрыла чайный магазин. Она знала, что такие киты, как Попов и Высоцкий, задушат ее. Конкурировать с ними она не сумеет. Бабушка завела собственное дело. Магазин пуховых вещей, ручных вышивок и плетеных кружев. Дело шло хорошо. Магазин был единственный в городе и не имел конкурентов. До обеда бабушка каждый день проводила в магазине, а после обеда ложилась отдыхать. Я очень любила эти часы. Кухарка-груша, пригладив волосы репейным маслом, надевала чистый передник, брала с собой каленые и очень вкусные семечки и отправлялась со мной в магазин стеречь покупателей. Здесь она рассказывала мне о Семеновых, так как ничего другого не знала. Она была отдана им во служение с девятилетнего возраста и всю жизнь провела в семье бабушки. Вспоминая, как прадед Севастьян Петрович ушел в монастырь, груша всякий раз вытирала от умиления слезы и говорила, от такого богатства и почета отрекся человек, ушел в иночество. Что такое иночество, я не понимала, но слушала с уважением. Увлекшись, груша начинала рассказывать о кутежах Кондратия Севастьяныча, как, ошалев от пьянства, он не узнавал никого из домашних. И тогда, похватав детей, груша с бабушкой убегала во двор и пряталась в сараях. Здесь груша спохватывалась и начинала оправдывать барина. На свои пил. Ни у кого не занимал. Сам работал и отдыхал. Настоящий был человек. Дед Кондратий Севастьянович был для нас, младших внуков, загадкой. Никто в доме не называл его дедушкой. А все холодно и отчужденно Кондратием Севастьяновичем. Старшие внуки, помнившие его, на наши вопросы загадочно отмалчивались. Бабушка при упоминании о покойном муже глубоко вздыхала и поджимала губы. Папа, тетки все отмалчивались. Только груша временами проговаривалась о кутежах или о приступах религиозности, еще более страшных, чем кутежи. В такие периоды дом превращался в монастырь. Во всех комнатах курился ладан. Ходили на цыпочках, говорили шепотом, питались сухарями с жидким чаем, часами простаивали за молитвой. А кто это нарушал, того били. Мы приставали к груши. А почему Кондратия Севастьяновича звали святым? А как же не святой? Святой и есть. Как помер, так все сразу поняли, что святой. Поехал в воскресенье к обеде здоровой, да и вообще никогда ничем не болел. К обеду пирогов заказал с ситриной, а из церкви привезли мертвым. Во время литургии Господь к себе призвал. Мы недоуменно молчали. Объяснение было туманным, и мы его не понимали. Со двора через сене был вход в кухню. Здесь было царство груши. На кухне было два чулана и уборная. Пахло здесь всегда нафталином и отсутствием канализации. В одном из чуланов груша заправляла лампы. Я с завистью наблюдала, как она пальцами общипывала фитили, пушистым ершиком до блеска начищала стекла и наливала в лампы радужный керосин. Трогать ничего не разрешалось. Можно было только смотреть. В кухне стоял запах теплой русской печки и пахло ржаными сухарями. За знавеской была кровать, а на ней много-много разноцветных подушек. А на печи стояли самовары. Блестящие, медные, штук 15. Самовары остались от трактира. Груша подсаживала меня на печку, где я играла с самоварами. Самый большой был выше меня, а маленький доходил мне до пояса. Однообразие и тишина старого дома нарушались только раз в год на святке. Но об этом мы расскажем в следующей программе. «И много зим, и много весен Тебе судьбой еще дано, Чтоб вспоминать под шелест сосен О том, что было так давно». С вами был Михаил Перепелкин.